Социальный маршрут уже ставшее привычным областное начинание. Представители региональной власти, общественники встречаются с жителями района, обсуждают проблемы, а дальше идет контроль за их решением. Помогают в этом различные программы, как регионального, так и федерального уровня. В Морево по следам соцмаршрута отправилась Ирина Ускова. В том, что федеральные и региональные программы работают, в последние несколько лет жители Морева, что называется, убедились воочию. Вот так выглядит площадка перед Домом культуры и местной библиотекой. Справа от меня воинское захоронение, там вымощены дорожки, делаются тротуары, дороги. А на очереди ремонт местного Дома культуры. В 2023 году его ждут капитальные преобразования. А сейчас преобразуются еще недавно заброшенные пустыри. Благодаря проекту поддержки местных инициатив взрослым жителям деревни Моисеева удалось воплотить мечту ребятишек со всей округи. Установка современного спортивно-игрового комплекса вдохновила на новые идеи. Очередная победа в конкурсе – продолжить благоустройство площадки. Здесь мы планируем вот сюда, в эту сторону, установить уличные тренажеры как для взрослых, так и для более старшего возраста. Здесь мы уже это… это будет у нас второй этап. Но мы планируем еще на 2022 год. Мы не останавливаемся. Новый импульс к развитию получил и Моревский стадион. В этом году по программе «Газпром детям» здесь построили мини-арену. Администрация вложилась в установку площадки для сдачи ГТО. А местные предприниматели привели в порядок футбольное поле. И мы хотим и в дальнейшем развивать эту инфраструктуру, и создавать и тропу здоровья. И чтобы это было и летом, и зимой удобно и комфортно. И чтобы каждый из наших жителей не чувствовал разницы в сельской местности или в городе, где все объекты большие, красивые и доступны. Вот такие же красивые это и наши объекты. Теперь задача властей всех уровней – создать равные условия для жителей города и отдаленных населенных пунктов в других сферах жизнедеятельности. Особенно, что касается качества медицинских услуг. Об этом жители Морева говорили ранее в формате социального маршрута. Озвученные тогда проблемы сейчас находятся в работе регионального министерства здравоохранения, уточняет Резида Ломовцева. В частности, решается вопрос с повторной сдачей анализов на приемах в областных клиниках. Дополнительная скорая помощь в Морево может появиться уже в сентябре. Также областное ведомство выступило с инициативой о возможности альтернативной службы в сельских медучреждениях. Возможно, это предложение будет поддержано на государственном уровне. Все граждане, которые сегодня здесь присутствовали на социальном маршруте, имеют понимание, что они могут в рамках стратегии развития Новгородской области написать свои предложения, свою проблематику, и она найдет отражение в рамках решения стратегии области. Напомним, свои предложения в программу стратегии Новгородской области может внести каждый желающий. Из Моревского округа Ирина Ускова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. 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 Продолжение следует...